Всем привет! И это новый выпуск рубрики Культ Обзор. Вы согласны с утверждением, что старость не в радость, будто молодость сильно в радость? Вы забываете, что старый конь борозды не портит? Стар козёл до крепки рога, сам стар до душа молода. Поэтому не надо никого сбрасывать со счетов, ведь бабушки и дедушки ещё ого-го и гого. В общем, самый сок. И совершенно неверно, что если ты уже вышел на пенсию, то интернет и развлечения – это не про тебя. Наоборот, в интернете полно сайтов и различного досуга для людей 60+. Заметьте, я сейчас исключительно про возраст, а не про состояние души. Так что ловите несколько сайтов для тех, у кого в душе всегда цветут цветы, независимо от времени года. Мама, успокойтесь! Положите кота на место! Ремонт мы делать не будем. Оставьте диван! В общем, задорные наши бабушки и дедушки. Этот выпуск специально для вас. Не надо ничего готовить. Софа кушать не будет. Ну отдохните, мама! Первый сайт, о котором я вам расскажу – гаданибеда.ру. Это классический сайт для пенсионеров. Здесь вы найдете статьи о правильном питании. Так, мороженое, попкорн, 10 килограмм шоколада, ну и потом чипсиками шлифану. Хороший обед. Лечение. Ой, что-то спина стреляет. И правах пожилых людей. Вы не имеете права, я малолетка! Но, если бы все было так просто, я бы не говорила вам об этом сайте. Да не, ну куда бы я делась? Самое классное на этом сайте. То здесь можно найти инструкции для начинающих пользователей ПК и интернет-пользователей. Например, здесь расскажут, как сметь обои на рабочем столе. Или удобное сочетание клавиш на клавиатуре. В общем, после этого бабушки и дедушки будут серфить в интернете получше, чем их внуки. Че там? Лол. Но у этого сайта есть один большой минус. Здесь огромное количество контекстной рекламы. Поэтому при нем сильно не болтайте. Господи, что здесь все время всплывает? Как увел... Ну или просто не обращайте внимания. Ну что, вы уже стали профессиональным пользователем ПК? Тогда вбивайте в поисковике следующий сайт. Бабадеда.ру, да? Все вот так по-простому. Ну а чего стесняться? Родные же люди. Это настоящий портал для пенсионеров. Лекции, досуг, спорт и, конечно же, форум для общения. Но главная фишка этого сайта немного в другом. Ведь это единственный сайт, каталог с предложениями. Естественно, для старшего поколения. Здесь взрослые дети могут подобрать подходящие услуги для своих родителей. Например, если открыть категорию путешествия, то там можно найти огромное количество предложений по санаториям и базам отдыха. В общем, варианты путешествий на любой вкус. Знаете, я очень люблю свою бабушку, и я бы хотела отправить ее куда-нибудь отдохнуть. У вас есть путевка на Мальдивы? Нету? Угу. А в Сызрань? А вообще, этот сайт разделен на целых 12 категорий. Медицина, страхование, банковские услуги, образование, кружки, спорт и еще, конечно, многое другое. Поэтому занятие найдется каждому по душе. Мама, мы посовещались с всей семьей и решили сделать вам подарок. Это путевка на одного в санатории «Золотые ручьи» под Волоколамском. На месяц. Ой, доченька, спасибо. Ну, только я не смогу поехать. Мы в эти же даты с девочками в Турцию летим. Да, почилить там хотели. Ну, а ты сама съездишь, да? Ну, не пропадать же «Золотым ручьям». Тут на самом деле очень классные предложения. Да я тебе пахлавы привезу. И, возможно, нового папу. Но это если повезет. Деду не говори только. В этот момент даже становится жалко, что мне до пенсии еще лет 30, если ничего не изменится. Ну, а пока ничего не изменилось, давайте посмотрим следующий сайт. TheAgeOfHappiness.com Заметили, как я сказала? Happiness значит «счастье». Ой, извините этот акцент. Я просто очень долго жила в Америке. Ну, как жила? Смотрела сериал. В общем, сайт «Возраст счастья». В этом проекте собраны очень крутые истории про людей золотого возраста, которые занимаются невероятными для них вещами. Но невероятны они только на первый взгляд. О дедушках-серфингистах, танцорах, альпинистах, о бабушках-летчицах, скейтбордистках и супермоделях. Мама, вы куда собрались? Как куда? На свидание. На какое свидание? И кто вас позвал? Ну вот. Василий. 61 год. Мальчишка. Нет, все хорошо. А деду вы что скажете? Здесь рассказывается о людях, которые в свои 70, 80, 90 или 100 лет сохранили любовь к жизни и получают удовольствие от каждого ее мгновения. В общем, нам еще надо у них поучиться. А то, знаете ли, у молодежи сейчас модно быть в депрессии и страдать. Дурацкая молодежь. Нет, чтобы восхищаться жизнью. Вот поэтому у нас все плохо. Если вы послушали о предыдущем сайте и хотите точно так же, то вам срочно нужно найти занятия по душе. А как это сделать? Занятия по душе никому не надо? Недорого. А точнее даже бесплатно. На сайте ilovepension.ru вы найдете много-много вариантов досуга для людей старшего поколения. Спорт, музеи, театры, искусство. Занимайся не хочу. И все это бесплатно. О, а еще на этом сайте можно найти неплохую статью по льготам, о которых, возможно, вы даже и не знали. Девушка, вы не можете ездить по пенсионному. Ну почему? Я вообще-то прошла в тест в интернете, и он мне показал, что мой внутренний возраст 65 лет. Где вас только понабирают всех. В общем, это очень хороший и понятный сайт, где можно найти много полезной информации. Но я выделяю именно предложение по досугу. Вдруг вас так захватит это занятие, что вы посвятите ему всю свою жизнь. Мама, ну где я вам найду варенье из Баобаба? В интернете нету таких рецептов. Не существует такого варенья. Варенье из Баобаба. Найдено 8 миллионов рецептов. Ну и последнее, о чем я хочу вам рассказать, это не сайт, это статья. Товарищ полицейский, ну за что? Какая статья? Это не мое. Это мне бабушка подкинула. Статья «Пожилой Петербург». Какими услугами и бонусами может воспользоваться петербургский пенсионер? В общем, статья о том, где, что, как и почем. Довольно полезно. Почему такого нет для 30-летних? Ведь именно мы настоящие старики. У нас болит спина, мы постоянно блюжим и мало спим. Требую социальных выплат. Доча, я тут новое видео по вязанию в ТикТок выложила. Хайпануть хочу. Ты мне там это, лайки ставь. Господи, я хочу так же в старости отжигать. Ну и все на сегодня. Вроде как полезный выпуск получился. Бабушкам и дедушкам привет. Точнее, пока. Поэтому я с вами прощаюсь и буду очень сильно скучать. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok